я приветствую всех кто смотрит это видео вы на канале меха мозг друзья на моем канале уже порядком под накопилось видео роликов по изготовлению шестерни разными способами и из разных материалов в этом видео я опять буду изготавливать шестерню из пластика не из абы какого а из того что идет во вторичную переработку тем более что он валяется под ногами в прямом и переносном смысле что из этого получится посмотрим сперва я хотел переплавить пластиковой бутылки но как выяснилось при медленном остывании пластик пэд становится мутным и хрупким а какие-то точные температурные режимы я в своих кустарных условиях выдержать не смогу поэтому я решил остановить свой выбор на канистрах тем более что определенный запас у меня был я их разрезал и помыл для того чтобы их измельчить сделал довольно таки не сложную конструкцию на основе токарного станка не в конце концов ради одного эксперимента не делать же измельчитель для канистр получился вполне себе работоспособный измельчитель материал из которого сделана канистра полиэтилен высокой плотности низкого давления обозначается он треугольником и стрелочек в центре которого отстоит двойка вообще-то треугольник и стрелочки думаю многие видели это петля медиуса обозначает он то что материал это потенциально возможно вторично переработать в измельченном виде все канистры вошли в одну коробку за исключением особо плотных элементов плавить пластик я решил на мангале лучше для этого конечно подходит духовка но такое меня не оказалось очень важно пластик перемешивать хорошо и трамбовать чтобы в нем не образовывались пузыри ну и конечно желательно прессовать уже разогретый пластик но без фанатизма не повторяйте моих ошибок вот так бывает я думала ночью а я думала через верх полезет друзья задать его эти очки так ладно и так зайдет всего на улицу остывать заготовка получилось неправильной формы да не очень-то и красивая но это не важно все равно она еще будет обтачиваться меня больше волнует наличие пузырей есть они там или нет токарный станок покажет это необычный sle 사고 и выжить главный ресторан необычный плавник видно что это возможно но и так далее мне понравилось в этом случае работать уже совсем и тепло я думаю что ей все равно не Liberty и я думаю не просто об этом я думаю что она будет выжить что она выжила вам очень-то конечно порой и пузыри попадаются но я ожидал лучшего ну а теперь изготовление заготовки под шестерни способы которым я планирую изготовить шестерню я уже показывал за определенным отличием для деления окружности на равное количество зубьев я буду использовать другую шестерню так сказать в качестве шаблона 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 В итоге получилась довольно симпатичная шестерня, конечно не без изъянов. Пузырь, видно пузырь, да еще прямо напротив шпон паза. Надеюсь, что эта шестерня хоть чуть-чуть поработает, а не развалится сразу же. Итак, наступает волнительный момент испытаний. Шестерня из канистры будет работать на привод автоподачи токарного станка. Надеюсь, что будет работать. Это удивительно, но шестерня работает. Я думаю, конечно, смену бы она не отработала, но это эксперимент и интересен сам факт того, что шестерня из полиэтилена способна работать в таких вот непростых условиях. Тут какая-то небольшая вмятинка, а так, в принципе, еще и живая. Я думал, она сразу умрет. Не, держится. Даже подача идет на резце. Вот так вот. Вот такая шестереночка. Кто бы мог подумать. Ну, это был эксперимент, испытание. Я просто с таким материалом не работал. Если шестереночка здесь выдержала для менее нагруженных и менее ответственных деталей, вполне себе, я думаю, этот материал пойдет. Надеюсь, видео было для вас полезным. Отдельно хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня финансово. Спасибо, друзья, то, что видео я продолжаю снимать. Это и ваша заслуга. Большое спасибо. Всем творческих успехов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok